И сегодня же в нашем городе открыли новый памятник. Его назвали жителям Архангельского военного времени. Он создан на средства благотворителей при поддержке мэра города Виктора Павленко. Подробности в нашем репортаже. Сегодня ровно в полдень в сквере Победы, это пересечение улицы Чумбарова-Лучинского и Поморской, открыли памятник жителям Архангельского военного времени. Две фигуры, два поколения, мать и дочь, которые собрались в бомбоубежище, чтобы спастись от смерти. У северной женщины в руках икона Казанской Божьей Матери, которая является хранительницей Руси. Девочка прижимает к себе самое дорогое – куклу. Это не какой-то сюжет, а символ стойкости русского духа, непобедимости его. В данном случае крепость русского духа, русского севера. А почему икона? Потому что эта икона Казанской Божьей Матери испокон веков оберегала Русь-матушку от супостата любого во многие века. Ну а в Отечественную войну Сталин приказал ее два раза своему личному пилоту облететь с этой иконой вокруг Москвы. Место для установки памятника выбрано не случайно. В страшные годы начала войны этот район был практически полностью уничтожен пожарами. Именно здесь, в 1942 году, был заложен сквер. И вот тогда-то, в таком, действительно, на таком энтузиазме, на поисках далеких путей к этому, вот здесь выражение заложили небольшой сквер. В годы Великой Отечественной войны Архангельск играл важнейшую роль в обороне Арктики, принимал северные конвои. Наш город подвергался массовым бомбардировкам с воздуха, жители голодали. Архангельск понес страшные жертвы, каждый пятый житель города погиб. Более 20 тысяч на полях сражений, около 30 тысяч в тылу. Но горожане выстояли, обеспечили связь нашей страны с союзниками, доставку на фронт важнейших стратегических грузов. Вкат столицы Поморья в разгром немецко-фашистских захватчиков оценен руководством страны и Архангельск уже пять лет носит почетное звание – город воинской славы. Подвиг архангелогородцев, он просто, думаю, еще ярче и ярче с годами высвечивается. Потому что я думаю, что события Ленд-Лиза, северных конвоев, это можно сопоставить, наверное, и с битвой под Москвой, и с Сталинградской битвой. И вот наш подвиг наших моряков, наших женщин, детей в Архангельске. Поэтому вот такие чувства переполняет. И я очень рад, что мы смогли вот все это вместе сделать здорово. Память, она должна всегда оставаться. И это гарантия того, что вот такой страшной войны не будет. Завершилось мероприятие торжественным концертом и возложением цветов к новому памятнику, который обещает стать новой достопримечательностью столицы Поморья. Сергей Томилов, Михаил Шокур, Новости РНТВ, Архангельск. Продолжение следует...